Новая школа в микрорайоне авиаторов должна стать самой современной на всей территории арктической зоны. Такое заявление сделал губернатор Ненинского округа. Масштабный проект – это целый образовательный комплекс, несколько отдельных зданий, соединенных между собой. Общая площадь помещений составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Между тем, учебное заведение уже называют школой будущего, где ребята смогут не только получить среднее образование, но и заниматься там спортом, музыкой и танцами. Появится даже свой автогородок, а еще мини-футбольное поле и каток под открытым небом. Все подробности прямо сейчас. Масштабная стройка образовательного комплекса в микрорайоне авиаторов развернулась в июне 2017-го. Темпы ударные – это хорошо заметно с высоты птичьего полета. За два года рабочие в непростых условиях возвели шесть отдельных строений. Подрядчик использует технологию монолитного строительства. Это значит, что сильные морозы и ветра никак не повлияют на учебный процесс. На днях ход работы ценил вице-губернатор Ненинского округа Александр Лидер. Контроль со стороны властей регулярный. Заместитель руководителя региональной администрации интересуется, какой на сегодняшний день выполнен объем готовной школы 70%. В основном остались лишь отделочные работы. Сейчас есть маленькое еще отставание в связи с тем, что мы не смогли третий, четвертый корпус мокрые процессы зимой выполнить. Так как у нас врезка была на роддом, значит, нам категорически запретили. То есть сейчас это мы в работе выполняем. Распахнуть свои двери третья городская школа на 700 мест согласно контракту должна уже в ноябре. Общаясь с одним из руководителей подрядной компании, Александр Лидер дал понять, объект необходимо сдать вовремя. И это не просьба, задача. У нас шансов не сдать в этом году нет? Нет. Вы понимаете, да? Нет, конечно. У нас здесь участвуют федеральные деньги. Нам благодаря Александру Витальевичу было выделено, точнее, поддержке и поддержке Минстроя выделено 39 миллионов из федеральных средств. Поэтому никаких срывов сдачи объекта быть не может в этом году. Общая площадь образовательного учреждения порядка 30 тысяч квадратных метров. Это больше, чем в жилом многоквартирном доме. Школа будет состоять из четырех отдельных корпусов. В первых двух разместят учебные классы, в других спортивный и актовый залы, а также столовую. Все здания соединят между собой теплыми переходами. Школы с таким объемом, ее нет. Да, очень интересная, на мой взгляд, сама архитектура, потому что именно внутренний двор, где мы находимся, это будет такая вот закрытая территория для проведения всяких торжественных мероприятий. Очень много спортивных здесь, спортивных залов. Здесь и футбольное поле будет. С искусственным покрытием. Зимой футбольную площадку переоборудуют в хоккейную коробку. Не забудут и о тех, кто конькам предпочитает танцы. В школе появятся отдельные хореографические залы, еще тренажерные. Здания, к слову, оснастят по последнему слову техники. Современные лаборатории, большой музыкальный класс и даже собственный автогородок. После окончания школы выпускники смогут получить не только аттестаты о среднем образовании, но и водительское удостоверение абсолютно бесплатно. В ходе производства работы немножко корректировались задачи. Сначала планировалась просто школа. Александр Анатольевич сюда два или три раза приезжал, смотрел объект и поставил задачу, чтобы это была самая современная школа на территории актической зоны. Так как это не один объект, мы ездили в разные регионы, посмотрели. Сейчас формируется закупка инвентаря. Мы внесли изменения в проект, то есть на сегодняшний день дополнительно добавили камеры видеонаблюдения, будет контроль доступа в школу организован. То есть по самым современным образцам будет эта школа. На возведение школы сейчас задействовано порядка 50 специалистов. В ближайшие дни их количество увеличится до 100. Начнутся отделочные работы и финишная прямая масштабного проекта. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал Север.